Шатёр Рамадана, организованным по поручению главы республики в Сирии, в рамках второго этапа отправился в отдалённые районы провинции Дамаск, которые также пострадали от войны в Сирии. Команда «С любовью из Ингушетии» доставила 200 ифтар наборов на автобусах, специально выделенных для этой цели, к мечети Ас-Салам в районе Барзе провинции Дамаск, а также в квартал Дахар-эль-Мустах, находившийся во время войны на линии огня. Разрушенные дома, вид руин красноречиво свидетельствуют о страданиях, перенесённых местными жителями. «Я нахожусь в тяжёлом положении, у меня на руках четверо детей, кормильца нет. Добрые люди мне помогают. Очень тяжело. Поможет нам Аллах. Муж у меня умер. Спасибо ингушскому народу. Да вознаградит его Аллах и поможет ему. Они помогают нам. Пусть Аллах даст им силы и вознаградит за всю их доброту». В ифтар-набор входят соки, финики, сладости, фрукты, супы, основные блюда из курицы или мяса с рисом, а также салат, йогурт и чай. Стоит заметить, что благодаря акции сирийский народ впервые получил такие полные ифтар-наборы, которые включают в себя такое разнообразие блюд. Люди были очень тронуты проявленной заботой ингушским народом, который, несмотря на то, что проживает за тысячи километров, искренне переживает и поддерживает сирийский народ. «Мне очень трудно, нам нечем платить за жильё, а нет холодильника и дом в очень плохом состоянии. Спасибо вам за помощь». До конца месяца Рамадан шатёр будет приезжать в разные отдалённые районы провинции Дамаск для раздачи 200 ифтар-наборов ежедневно всем нуждающимся и пострадавшим от войны. «Мы, команда, с любовью из Ингушетии, начали второй этап акции шатёр Рамадана, который проводит республика Ингушетия. Сейчас мы находимся в районе Барзе в провинции Дамаск, где раздаём 200 продуктовых наборов для ифтара семьям, пострадавшим от войны. Эту акцию мы будем продолжать до последнего дня благословенного месяца Рамадан. Мы считаем своим гуманным долгом помочь этим семьям и поддержать их». Раздаваемые наборы для ифтара – залог братской любви ингушского народа к сирийскому. Благотворительная и гуманитарная работа не знает границ и преодолевает все расстояния и преграды между странами, так как людьми, стремящимися помочь, движет чувство любви, сочувствия и переживания. Именно поэтому Ингушетия пересекла все границы до Сирии. Мака Дударова, Новости 24.